В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. Я и мои коллеги в ближайшие 20 минут расскажем вам о главных событиях этого дня. С днём рождения, любимый город! Наринмару исполнилось 86 лет и главное достояние его – жители. В мэрии состоялось торжественное вручение наград. Гуляй, масленица! В Ненинском округе продолжают отмечать масленичную неделю. По старинным традициям в эти дни пекут блины, ходят в гости и устраивают гуляния, а также готовят обереги. Вернулись с серебром. Баскетболисты из Наринмара успешно выступили на турнире Архангельской области. В Ненинском округе за прошедшие сутки не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели 4 пациента, переболевшие COVID-19. Такие данные приводит региональный департамент здравоохранения Ненинского округа, ссылаясь на региональное управление Роспотребнадзора. На лечении от коронавируса находится 44 пациента, в том числе один бессимптомный носитель. Из них в фационаре получают лечение 17 человек, 27 – на амбулаторном лечении. С начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 1046 случаев заболевания COVID-19. Напомню, в Ненинском округе действует режим повышенной готовности – масочный режим. Режим двухнедельной самоизоляции для прибывающих в регион отменен. Посты эпидконтроля в аэропорту и на Ливожской дороге сняты. И в продолжении темы. Население Ненинского округа продолжает прививаться от коронавирусной инфекции. О ходе вакцинации на еженедельном оперативном совещании при главе региона доложила исполняющая обязанности руководителя профильного департамента Елена Левина. Елена Степановна, скажите, пожалуйста, как идут дела у нас с вакцинацией? Доложите, пожалуйста. На сегодняшний день у нас привито 2501 человек, 1274 закончили вакцинацию, 1226 находятся на первом этапе. Всего у нас привито 5,6% всего населения, остаток вакцины остался 821 доза. Елена Степановна, те запросы, которые идут из населенных пунктов, от жителей, от глав, скажите, мы все удовлетворяем? Тот план, который у нас был составлен, он реализуется. Вот те села, которые у нас подзапоздали, я думаю, что в следующей неделе мы начнем им доставлять вакцину по отсрочным заявкам. Также в ходе губернаторской планерки шла речь о снабжении пожарных дружин на селе боксами для спецтехники. Сегодня проблема с теплыми гаражами для пожарных автомобилей существует в Харивере, Индиге и Нижней Пёше. Еще 2-3 недели мы так активно горели, была очень сложная ситуация с пожарами. И тогда же, когда обсуждали замену техники пожарной, главы обращали внимание, что эту технику нужно хранить только в теплых боксах. В этом случае она будет всегда готова к применению и может эффективно тушить пожары. В этой связи давал вам поручение проработать вопрос о строительстве теплых боксов. Пожалуйста, доложите, как обстоят дела, какие планы и когда в тех поселках, где до сих пор нет теплых боксов, они появятся. На 2021 год, как и договаривались, мы сейчас вносим, у нас 25 марта будет сессия. Мы уже подготовили предложение по внесению изменений в бюджет на Пёшу, 45 миллионов на строительство гаража. В 2022 году планируем то же самое сделать в Индиге. В Харивере на сегодня существует хозяйственным способом пожарный построенный бокс. Сейчас мы подключились к его легализации как объекта собственности. И если все пойдет по плану, надеюсь, так и будет, то в 2022 году мы тоже регализуем этот объект. Поэтому по общему результату до конца 2022 года эти три населенных пункта мы в этой части должны закрыть. Также в ходе совещаний Юрий Бездудный поручил взять под особый контроль подготовку трассы для проведения снегоходного кросса Бурандей. Как сообщил руководитель департамента образования, культуры и спорта Ненинского округа, подготовка ведется с учетом мнений постоянных участников гонок. В сохранении Ненинского языка и изменение правил рыболовства в собрании депутатов Ненинского округа состоялось заседание комиссии по делам Ненинского и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользования. Депутаты обратили внимание, представители профильных ведомств, что мероприятий в округе проводится много, но конкретно направленных на сохранение языка можно перечесть по пальцам. Также актуальна проблема нехватки специалистов, учителей, носителей родного языка. Одним из вариантов решения кадровой проблемы могла бы стать подготовка преподавателей на базе СУЗов. Окончательно решить вопрос по тому, чтобы в нашем социально-гуманитарном колледже появилась специальность, на которой бы обучали педагогов, преподавателей родного языка Ненинского на территории Ненинского автономного округа. Для того, чтобы это произошло, необходимо, чтобы эта специальность появилась в перечне специальностей среднеобразовательных учебных заведений. По мнению присутствующих, в продвижении этого вопроса на федеральном уровне необходимо привлечь сенаторов Совета Федерации и депутатов от Госдумы. Еще один вопрос, который рассмотрели в ходе заседания комиссии – изменение правил рыболовства Северного рыбохозяйственного бассейна. В ближайшее время планируется приезд на Ренмар заместителя руководителя рыболовства. Об этом он пообещал на пленарном заседании Государственной Думы, что это произойдет. Вот, заместитель руководителя должен приехать. Есть перспективы по решению вопроса по разрешению ловы рыбы в экватории Карской губы. Инициативу рассмотрели на заседании научного совета. Решение было поддержано парламентом. В ближайшее время депутаты ожидают положительного решения этого вопроса. В ближайшее время ожидаем, что в правилах рыболовства появятся изменения и Карская губа будет включена в Северный рыбохозяйственный бассейн. Жители поселка смогут ловить на законных основаниях рыбу себе на пропитание и предприниматели, соответственно, промышленных масштабах для того, чтобы ее потом реализовывать. Конечно, это быстро не произойдет. Это будет не завтра, не послезавтра. Очень надеемся, что все это случится к следующему сезону. Возможно, актуальный для многих жителей вопрос изменений правил северного рыболовства наконец-то будет решен. В Ниньском округе увеличили максимальный размер авансирования расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно. Речь идет о выплате аванса при использовании так называемой северной дороги. В 2021 году жители Заполярье смогут получить на покупку билетов до 25 тысяч рублей на одного человека. Это на 5 тысяч больше по сравнению с прошлым годом. При этом полная стоимость оплаты льготного проезда на каждого члена семьи осталась на прежнем уровне. Стоимость оплаты льготного проезда не изменился. Он как был 45 тысяч на каждого члена семьи, так и остался. Также хотелось бы отметить, что эти 45 тысяч суммируются на всю семью и имеет право семья распределять сумму билета между собой ребенка. Потому что мы все знаем, что стоимость проезда ребенка, она дешевле. А в проезда в случае он дороже. Соответствующие изменения вступят в силу 12 марта. По возвращении из отпуска, как и ранее, надо предоставить все документы, подтверждающие расходы на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно. 10 марта 1935 года на карте СССР образовался новый город. Из нескольких предложенных вариантов было выбрано самое звучное название Наринмар. За 86 лет из небольшого городка, в основном с деревянными строениями, Красный город преобразовался в уютную современную столицу Заполярья. Ну а главным его достоянием были и остаются жители. Александра Литкова продолжит. Вдох, выдох, руки перед собой. Лечебной гимнастикой с детьми и взрослыми Раиса Рочева занимается более 15 лет. Начинала свой трудовой путь в детском саду, но ни разу не пожалела, что ушла работать в комплексный центр социального обслуживания. Приятно видеть результаты своего труда, когда дети, которые к тебе ходили, стали намного более подвижными, они заинтересованы заниматься гимнастикой, они стараются какие-то выполнять рекомендации. И встречая тебя на улице, они всегда приветливы, приходят вновь и ощущаешь плоды своей работы. Своим трудолюбием и отношением к пациентам Раиса Рочева давно заслужила признание коллег. Она владеет большими знаниями, большим комплексом физических упражнений, реабилитационных упражнений, что применяет в своей работе. Конечно, мы все коллеги ее уважаем, не только за то, что она хороший специалист, но еще добрый, отзывчивый человек. Сейчас Раиса Рочева не только трудится на благо жителей округа, но и участвует в общественной жизни города, а также является членом клуба «Серебряное волонтерство». Как признается наша героиня, ветеран труда города Нарьенмара и ее первая награда за многолетний труд. Общий стаж Раисы Рочевой более 40 лет. Комплексный центр социального обслуживания. Торжественная церемония награждения горожан традиционно прошла в день рождения Нарьенмара. С приветственным словом выступил губернатор Ниньского округа Юрий Бездудный. Нам есть чем гордиться. У нас необыкновенная природа, но самая большая ценность – это, конечно, люди, которые здесь живут, которые здесь работают и строят этот город. Дорогие друзья, поздравляю вас с днем рождения нашего города. С праздником вас. В свою очередь глава Нарьенмара Олег Белак отметил, что Нарьенмар – это не просто муниципальное образование, а столица субъекта России. 86 лет для города, конечно, это немного, но с точки зрения жизни человека это по большому счету три поколения. И поздравляю сегодня здесь молодых, тех, кто вносит вклад в развитие города. Безусловно, мы будем отдавать дань уважения и почета ветеранам города, которые долгие-долгие годы провели здесь и отдали много-много сил на процветание и развитие нашего города. Четверо жителей Нарьенмара стали обладателями почетных медалей ко дню рождения города. Еще 19 горожан удостоены звания ветеран города Нарьенмара. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал Север. 10 марта в России отмечается День архивов. История праздника уходит корнями в 1720 год. Тогда Петр Великий принял регламент, по которому было предписано создание архивов. О том, как работают хранители документов в Ненецком округе, расскажет Елизавета Кабанова. Место, где хранится история, было основано в нашем округе в 1936 году. Государственный акт на вечное пользование земли, старые записи из ЗАГСов, первые выпуски газеты Нарьяна Виндер и многие другие документы находятся в архивном отделе Ненецкого округа. Сотрудники тщательно следят за всем историческим наследием и сортируют его таким образом, чтобы без труда найти необходимую бумагу. Протоколы заседания комиссии по назначению пенсии. Очень много было назначено пенсии во время Великой Отечественной войны. И вот смотрю, чтобы каждое дело соответствовало описи. Если нет какого-то, ставим на розыск. В основном, конечно, вот эта проверка наличия. И потом все эти связки, которые были очень неудобны, мы их превращаем в такие коробочки. Такое хранение не только позволяет быстро находить необходимые дела для исследователей, но и уберечь документы от пыли и других внешних угроз. Те кусочки истории, которых не пощадило время, отправляют в Архангельский областной государственный архив на реставрацию, так как в нашем округе, к сожалению, нет нужных специалистов. Большая часть документов – это, конечно, бумаги 20 века. Но есть и более старые экземпляры. В задачи сотрудников входит не только хранение. В архивной деятельности осуществляются пять основных задач. Это комплектование, хранение, учет, использование архивных документов, а также контроль за соблюдением законодательства об архивном деле Российской Федерации на территории нашего субъекта. Под комплектованием понимается прием документов на постоянное хранение от наших источников комплектования. 42 организации по графику сдают свои документы в архив. Сотрудники проверяют правильность составленной описи, чтобы впоследствии поиск нужных дел был намного легче. За необходимой бумагой в архив могут обратиться не только организации и органы государственной власти. Любой житель нашего округа также имеет на это право. Елизавета Кабанова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Масленичная неделя продолжается. И по старинной традиции в эти дни не только пекли блины, ходили в гости, устраивали гуляния на улице и дарили подарки. Важный атрибут масленицы – чучело, сделанное своими руками из соломы или других подручных материалов. Переладываем и распределяем по гости лица куколки. Куклу-масленку или семейный оберег начинали делать в первый день масленичной недели и весь год хранили в красном углу. Это оберег, который должен охранять дом, изымать все плохие силы. Ну и для красоты, наверное. Технология изготовления оберега довольно проста. Домашнюю масленицу традиционно делают из соломы, ткани, ниток или даже бумаги. Мы сейчас делаем масленицу. Мы уже сделали. Сейчас будем делать уже рубашку и все остальное. Одежду для оберега делают из красивых тканей, в отличие от чучела, которое сжигается в последний день масленицы и символизирует окончание зимы. Оно делалось исключительно из тряпья, тоже безликами обязательно, потому что если есть у куклы глаза, естественно, она в себя может выбрать какой-то дух, впустить. Это считалось неприемлемым, этого боялись очень. И большая соломенная кукла, она всегда была выше человеческого роста, как все злое и то, чего человек боится и от чего он хочет избавиться. Поэтому ее и сжигали на площади. А эта куколка, она вот такая дородная делалась, в отличие от той, что она была немощная, страшная. Вот это вот дородная кукла. Мастер-класс по изготовлению кукол прошел в этнокультурном центре в рамках региональной акции «Масленичная неделя», которая приурочена к всероссийской акции «Народная культура для школьников». В этой акции принимают участие все учреждения культуры сельские и городские, также Ниньского автономного округа и проводят различные подобные мастер-классы, которые мы проводим сегодня. Встречи со школьниками, рассказывают о том, что такое «Масленичная неделя», какие проходят мероприятия в рамках этого праздника. И знакомят детей с традиционной культурой. Всероссийская акция «Народная культура для школьников» проходит с начала года и включает несколько направлений, таких как фок-уроки и этноперемены, на которых школьников также знакомят с историей и традициями народов России. Александра Литкова, Антон Бодряков, Телеканал «Север». Баскетболисты из Наринмара успешно выступили на турнире Архангельской области. Воспитанники Дворца спорта «Норд» уступили команде «Котлас» всего 4 очка и заняли второе место. Подробнее о том, как проходили соревнования, в материале Ольги Руссол. Команда баскетболистов Дворца спорта «Норд» приняла участие в соревнованиях в городе «Котласе». За звание лучших в турнире боролись еще 6 коллективов. Победа была непростой, но заслуженной, считает один из участников команды Кирилл Чупров. Ну да, борьба была. А что было тут? Сами игры были трудные, соперники были сложные. Ну а почему соперники были сложные? А вы до сцены быстрые? Ну я считаю, да, потому что в не знакомом помещении, с другими мячами соперники тоже не знакомые. И мы заняли второе место. Я думаю, хороший ситуация. Его товарищ по команде и тезка Кирилл Волков уверен, до победы не хватило совсем немного. Играть на своем поле всегда комфортнее. На фоне остальных команд мы были довольно сильной командой. Просто мы не привыкли к залу, к мячу, ко всем этим условиям. И получается, что нам надо было прикать, а наших соперников нет. Но мы все равно умудрялись как-то побеждать. Капитан команды Павел Чупров считает, что его товарищи очень сильные и играют слаженно. Павел, как хороший баскетболист и капитан, всегда готов поддержать команду в сложных матчах. Подбодриваю всех. Вы лучшие. Когда забиваю все время хлопаю, выгрещу им, что они молодцы. Второе место – это отличный результат, уверен тренер команды Владимир Рочев. Игроки обладают хорошим потенциалом к будущим победам. Ребята показали довольно серьезный уровень. Немножко не хватило сил для общей победы. Уступили победителям турнира 4 очка. Хотя разница у нас составляла больше перед последней четвертой. Но догнали. Буквально за 30 секунд до конца проигрывали 2 очка. Немножко не хватило. Также он отметил, что поездка состоялась благодаря финансовой помощи родителей. Так как группы, в которых занимаются дети, носят спортивно-оздоровительный характер. В ближайшее время команда планирует заявиться на первенство России. А пока юные спортсмены участвуют в юбилейных, десятых соревнованиях школьной баскетбольной лиги «Кэсбаскет». В этом году она проходит по сокращенной программе. У мальчиков в лидерах школа 3, у девочек в лидерах школа номер 1. Они, скорее всего, будут победителями в старшем возрасте. В младших возрастах мы не выбираем в этом году команды, которые у нас участвовали в финале четырех в предыдущих сезонах. Но тоже будут определены лучшие игроки и лучшие команды. То есть в двух возрастах мы играем, 10-11 классы, 9-й классы и младшие. Игры проходят по круговой системе. В результате будет сформирована сборная команда лучших игроков, которые и будут представлять наш округ в финале. Награждение победителей состоится 11 марта. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Это были новости на телеканале «Север». Далее смотрите прогноз погоды.